Художественная гимнастика В этом году она отметила свой 90-летний юбилей. Мы решили узнать, как складывался творческий путь уважаемой гимнастки. Юлия Маркина родилась во Владимирской области. От детства прошло в Муроме и пришлось на суровые военные годы. Маленькая Юля помогала маме, трудилась на заводе. В 1947 году после окончания 10 классов задумалась, куда пойти учиться. Вначале поступила в Пушно-Меховой институт, но в последний момент решение свое изменило, вспомнив о том, что была одной из лучших физкультурниц в школе. Так началось ее знакомство с миром гимнастики. Правда, вначале спортивной. Она обучалась в Государственном центральном ордене Ленина Институте физической культуры в Москве. Я любила музыку, пластику. У нас преподавал художественную гимнастику знаменитый танцор из Большого театра «Озеров». Постепенно гимнастика художественная перевесила спортивную. И в этом направлении Юлия Маркина развивалась вместе с самим видом спорта. Художественная гимнастика настолько захватила девушку, что определила весь ее дальнейший творческий путь. Сначала Юлия Маркина работала в Оренбурге, Уфе. Уже будучи замужем за военным и имея высший разряд, она оказалась в Щелкове. Молодой тренер начала карьеру в химическом техникуме. На ее занятия потянулись желающие освоить прекрасный вид спорта. Юлия Константина тогда преподавала в химическом техникуме. Мы, по-моему, на втором этаже. Я, как сейчас помню, нас пропустили, и там в двери была дырка. И мы в это окошечко смотрели, по-моему, целый день. И на другой день мы решили записаться. Вот так я пришла в художественную гимнастику. И вот Юлия Константиновна у нас очень красивая, она очень эффектная, стройная, красивая. У нее большой пучок был, статная. И мы старались всегда подражать ей. Юлия Константиновна преподавала художественную гимнастику в химтехникуме и в детской спортивной школе. Отработала тренером 25 лет. Дети росли. И я подготовила 14 мастеров спорта, 25 кандидатов. Мастера спорта. Девочки уже по мастерам выступали в сборной команде. И мы выступали на опернице России, на опернице Союза. Вот так сложилась моя судьба. И я до сих пор очень благодарна. Ну, говорят, что по православию, что судьбы не существует. Но, однако, так получилось. Художественная гимнастика для меня – это жизнь. Это настолько любимая работа – воспитать не только гимнастку, но и хорошего человека. Опекать их и продолжить как-то их судьбу. Плеяды талантливых учениц Юлии Константиновны многим известны и сегодня. Например, за выдающимся тренером из Уфы потянулась одна из самых ярких ее воспитанниц – Тамара Аминова. Она получила звание мастера спорта, вошла в сборную России. В нашем районе Юлию Константиновну знают и любят. Она до сих пор повсюду встречает своих учениц. Жизнь у них сложилась по-разному. Кто-то пошел по стопам тренера, кто-то ушел в педагогику. В любом случае, в памяти всех жива гимнастика. И первый тренер – вторая мама, как ласково называют ее, благодарные воспитанницы. Для меня она была вторая мама, потому что для меня была гимнастика вся жизнь. Я 10 лет тренировалась, если не 11, и 20 лет я работала тренером по художественной гимнастике. Продолжая Юлию Константиновне традиции. Это ее призвание – тренер. Наверное, научила меня лично. Именно этому дала мне дорогу в жизнь, и я стала тренером. Донести детей не просто спортивную какую-то нагрузку, или стать чемпионом, стать человеком. Я говорю еще раз, что я стала человеком благодаря Юлии Константиновне. Хочу сказать Юлии Константиновне огромное спасибо. С ее легкой руки я стала тренером по художественной гимнастике. Всю жизнь Юлия Константиновна посвятила художественной гимнастике, поработала и педагогом в общеобразовательных школах, но в сердце всегда был любимый вид спорта. И дело мастера живет, ее умения передаются из поколения в поколение. Сегодня художественная гимнастика в Щелковском районе вышла на новый уровень, и в этом и есть заслуга самого первого тренера Юлии Константиновны Маркиной. Юлия Константиновна, мы вас очень любим, мы вас поздравляем, желаем вам здоровья. Главное, что сохранять оптимизм, верить в нас. Мы в вас всегда верили, всегда стараемся быть похожи на вас, всегда с вас берем пример. Дай Бог вам здоровья и всего самого-самого хорошего. Дорогая Юлия Константиновна, поздравляем вас с днем рождения. От всего нашего большого дружного коллектива желаем вам всего самого хорошего, счастья, долголетия, здоровья. С днем рождения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова